Вспомнили о Великой Отечественной войне и в школе поселка Искателей. Этой теме посвятили седьмую ученическую конференцию. Школьники исследовали историю агитплакатов и даже попытались воссоздать вкус хлеба военных лет. Надежда Литкова продолжит. Каждый год в школе поселка Искателей отмечают День науки. Ученики со 2 по 11 класс готовят интересные и актуальные исследования. В этом году Россия отмечает 70-летие со Дня Победы. Этой большой дать ей посвящена конференция. Большой вклад внесли в проекты, руководители учащихся наших. Конечно же, это работа ни одного, ни двух дней, даже ни недели. У нас дети начали подготовку еще с мая прошлого года. Давно закончилась Великая Отечественная война. Всю жизнь люди, пережившие те страшные голодные военные годы, помнят о цене хлеба. Ученица 5 класса Маша Порывкина испекла хлеб военных лет и узнала, чем он отличается от современного. Я помню хлеб, он черен был и липок. Ржаной муки был грубоват по моему, но расцветали лица от улыбок, когда буханку ставили на стол. Мы на практике приготовили два вида хлеба и кукурузные лепешки. Хлеб ржаной и хлеб ржевский. Вот порция 125 граммов, которую давали на войне в день. Процесс получился длительным и трудоемким. Прошла неделя. Хлеб, изготовленный по старым рецептам, затвердел, но не испортился. Лера Горбачева, ученица старших классов, исследовала плакаты времен Великой Отечественной. В них и страдания народа, и призывы к борьбе, и радость победы. Миниатюры знаменитого плаката «Родина-мать зовет» фронтовики носили в нагрудных карманах гимнастерок. Рядом с фотографиями дорогих и любимых людей. Рядом с партийными и комсомольскими билетами. В этих плакатах это история страны, история войны, история жизни страны и тыла. Потому что действительно, вообще, конечно, человек воспринимает очень много зрительно. Когда четко показан плакат, цветовое решение, контраст текста, четкий текст, человек сразу на эмоциях совершает подвиг. Очень важно хранить в памяти подвиг наших соотечественников. Ученицы 10 класса провели социологическое исследование. Мы решили узнать отношение современного поколения именно к тем событиям. Мы провели социологический опрос и в конце выявили достаточно высокий уровень патриотизма у учащихся нашей школы. Также мы узнали, что они достаточно хорошо знают историю Великой Отечественной войны и ее событий. Многие работы были посвящены родственникам, прадедушкам, прабабушкам, которые внесли свой вклад в победу нашей страны. Такая конференция – хорошая возможность узнать о войне не из учебников, услышать интересный рассказ о событиях прошлых лет. Надежда Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».